Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный тюрбанчик или чалму, который я вам покажу не только как связать, но и как шить, потом ее как собрать, и в итоге получится вот такая замечательная у вас на голове шапуля в восточном стиле. Я вязала классическую, есть еще восточная и ретро, но честно говоря от восточной и классической отличаются лишь только брошью. Я сделала без броши, и ретро там уже делается под, скажем так, ретро стиль давних времен. Вот я вам покажу сегодня как связать самую обычную, которая подойдет как под пальто, как под шубу, как под курточку, то есть в принципе подойдет под любую верхнюю одежду. Я покажу в видео как сделать размер на окружность головы 53-54 см, какой у меня, но также вам расскажу как можно увеличить либо уменьшить данный размерчик. Соответственно, если вы будете вязать на окружность головы от 55 см и выше, то вам нужно будет увеличить количество петель, которые будете набирать изначально. В дальнейшем мы с вами сделаем расчеты, я вам покажу как связать, как сшить, и в принципе на данный размерчик у вас уйдет чуть-чуть больше, чем полмоточка, то есть порядка 60-70 грамм пряжи. Если будете вязать больший размерчик, то соответственно у вас уйдет больше количества пряжи. Так как у меня остался еще небольшой моточек, а я, скажем так, люблю наборы, то в наборчик к этой чалме я связала вот такие самые простые метеночки, которые можно также носить в комплекте под данную чалму, под любую верхнюю одежду. Конечно же, кому понравилось, лайкайте, присоединяйте, свяжем с вами вместе. Также, кто хочет связать комплектик небольшие такие метеночки, конечно же, ссылочку оставлю в описании, смотрите ниже под этим видео. Для вязания нам понадобятся пряжи, я буду использовать Ализелла на год, 240 метров в 100 граммах, более подробно вы сможете посмотреть об этой пряже отдельное видео, ссылочку смотрите в описании ниже под этим видео. Спицы номер 4,5, можете взять пятерочку, то есть будет пышное вязание у нас английской резинки. Вот, можете взять две из набора чулочных, так как полотно у нас будет узкое, можете взять круговые спицы, но будем вязать поворотными рядами. Дальше нам понадобится крючок до номера 2, то есть нам нужно будет такое вот сшивание плотное, поэтому я буду его делать крючком. Если вы будете сшивать иголочкой, то соответственно вам понадобится иголочка. Также по ходу, скажем, сборочки нам понадобятся булавочки, либо маркеры. Это на ваше усмотрение, чем вам удобнее работать. Для начала мы свяжем небольшой условный шарфик, из которого потом будет собираться впоследствии уже чалма. Какой длины этот шарфик, мы сейчас с вами сделаем небольшие расчеты, индивидуально для каждого размера головы. Смотрите, у меня окружность головы 54 см, у вас может быть различная, может быть детская, к примеру, 46, может быть побольше 58, 56 и так далее. То есть вы берете окружность головы, вашу, делите на 2. У меня 54, соответственно, делю на 2, получается 27. И эту цифру 27, то есть которую вы поделили на 2, полуобхват, получается 27, умножаете на 3. У меня получается 81 см. То есть для того, чтобы связать чалму, мне нужно будет изначальный шарфик вязать длиной 81 см. Если же вы при сборке хотите чалму, как у меня, простую, то, соответственно, вяжете вот эту цифру. Если же хотите делать перекрученную чалму, то есть как обычно делают на лбу, такой вот мнимый узелочек, соответственно, прибавляете к этому числу 5 см, для того, чтобы вот этот заворотик наш не забрал длину окружности головы. То есть, к примеру, для моей окружности головы мне нужно будет связать шарфик плюс 5 см, соответственно, 86 см в общей сумме. Это для тех, кто хочет узелок. Для тех, как у меня, то, соответственно, вяжете просто цифру, которая у вас получилась при полуобхвате умножения на 3. Вот, вяжем 81 см, но это длина. Что касаемо ширины, если же у вас детская чалма, вам нужно будет связать не слишком широкий, скажем так, поясочек, для того, чтобы потом собрать его, скажем так, уже непосредственно в саму шапочку. Вот, нам нужно для обхвата головы 54 см связать чалму в зависимости от желаемого результата. То есть, к примеру, смотрите, спицами и пряжей, которые я вязала, можете набрать от 19 петелек изначально до 21. Почему так? Смотрите, я вязала уже 19, у меня получилась слишком узкая, слишком такая, в общем, с открытыми ушами. Если будете больше брать, чем 21 петельку, соответственно, получается очень такая широкая и на голове она прям такая восточного типажа мужской чалмы. Поэтому вот что-то среднее между 19 и 21 петелькой. Так как резиночка английская требует к себе, скажем, нечетного количества, то берите либо 19, либо 21, в зависимости от, скажем так, глубины шапки. То есть, она будет такая вот у вас пышная, вот, но это для нормальных размеров. Если хотите больше, соответственно, берете 23, если хотите меньше, для детского размера будет достаточно и 17 петель. То есть, вот, что касаемо, что меньше по окружности головы, чем у меня, то, в принципе, можете взять и 17 петелек. Вот. Либо 19, либо 21. Еще раз повторюсь, кто хочет более аккуратную по голове, для окружности головы 54 сантиметра, то берете 19. Если попышнее, то 21. Соответственно, если у вас обхват головы 55 и более, то берете не меньше, чем 21 петлю. Тогда она у вас ляжет четенько по голове, аккуратно. Итак, берем спицы и пряжу, немножечко отступаем хвостик и набираем 19 петелек. Вы набираете свое количество, нужное петель для ширины. Я набираю начальные 2 петельки на одну спицу, затем приставляю вторую, набираю еще 17 петель. Для того, чтобы у меня не были растянутые крайние петельки. Итак, набираем 19 петель и начинаем вязать первый ряд. Вытаскиваем свободную спицу, первый ряд, первую петлю можете провязать, а можете снимать непровязанную. То есть это вы уже смотрите на свое усмотрение. Дальше вторую петельку снимаем вместе с накидом. Ниточка перед работой сняли. Дальше следующая петля лицевая. Снова ниточка перед работой, петлю снимаем непровязанной. Лицевая. Ниточку снимаем перед работой, получается снимаем накид и изнаночную условную петлю, затем лицевая провязываем лицевой. Изнаночную снимаем с накидом, лицевую провязываем. Изнаночную с накидом снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную с накидом, лицевую провязываем. И так до конца ряда. В конце у нас изнаночная снимается с накидом и кромочная петля также изнаночная. Поворачиваем на следующий ряд и первую петлю снимаем непровязанную. Дальше у нас идет лицевая и накид. Мы вместе накид и лицевую вяжем одной лицевой. Ниточка перед работой, изнаночную снимаем непровязанной. Лицевая с накидом лицевой, изнаночная снимаем с накидом непровязанной. Две вместе одной петлей лицевой, накид и лицевую, а изнаночную снимаем непровязанной. Вот так вот до самого конца ряда чередуем лицевая и изнаночная, но изнаночную мы не провязываем, а снимаем вместе с накидом. Кромочная петля у нас всегда будет у меня, по крайней мере, изнаночная. Вы можете выбрать любую удобную для вас петельку, которую вы будете постоянно провязывать в конце ряда. Теперь снова первая кромочная снимаем непровязанной. Первая идет после кромочной петли изнаночной, поэтому снимаем ее с накидом, непровязанной. Лицевую с накидом вяжем лицевой, изнаночную снимаем с накидом, а лицевую с накидом вяжем лицевой. И вот так вот снова. То есть, как вы поняли, уже идет чередование просто лицевая и изнаночная петля в каждом ряду, но при этом лицевая с накидом провязывается вместе одной лицевой, а изнаночная с накидом снимается непровязанной. И кромочная петля изнаночная. поворачиваем на следующий ряд кромочную снимаем дальше у нас лицевая с накидом поэтому вяжем лицевая с накидом вместе одной лицевой петлей изнаночную вместе с накидом снимаем не провязанной снова лицевая с накидом лицевой изнаночная снимаем с накидом не провязанной лицевая изнаночная лицевая изнаночной как бы условная резиночка один на один но при этом мы добавляем еще накиды к изнаночным, а лицевую с накидом провяжем вместе одной лицевой. Кромочная, изнаночная. И вот так вот повторяем, повторяем до нужной длины. Кромочную снимаем, изнаночную вместе с накидом снимаем не провязанной. Дальше лицевую с накидом вяжем лицевой. Изнаночная с накидом не провязывается, лицевая с накидом вместе вяжется лицевой. И вот так вот до конца ряда. Из ряда в ряд мы повторяем одно и то же. Вот так. Кромочная петля у меня, как всегда, изнаночная. Первую снимаем для того, чтобы были красивые края, ровные с одной и с другой стороны. Кромочную снимаем снова лицевая с накидом вместе одной лицевой петлей, а изнаночная снимаем с накидом непровязанной. Лицевая с накидом вместе лицевой, а изнаночная с накидом снимаем непровязанной. Я всегда оставляю ниточку рабочую перед работой и снимаю вместе с изнаночной вот так. Хотите, можете сначала делайте накид, затем изнаночную снимаете, но от перемен и мест слагаемых сумма не изменяется. Это такое вот правило с математики, которое переносится и сюда. Вот снова ниточка перед работой вы уже вместе с накидом снимаете изнаночную. Лицевая, изнаночная с накидом не провязываете. Лицевая, изнаночная с накидом не провязываете. А лицевая с накидом у вас будет лицевой вязаться вместе. И снова в конце вот она у нас лицевая с накидом лицевой и кромочная последняя петля изнаночная. Вот уже английская резиночка наша начинает вырисовываться. И вот так вот я продолжу вязать каждый ряд при этом получается вот такая красивая пышная резиночка на вид напоминает она резинку 11 но гораздо пышнее ярче получается вот так вяжу длину 81 сантиметр шарфика а затем мы закроем петельки и будем собирать уже непосредственно в шапочку после того как закончили вязать длину измерьте в нерастянутом состоянии у вас должно соответствовать вашим расчетам длина и теперь начинаем закрывать петельки кромочную снимаю я затем у меня идет лицевая с накидом я ее вижу лицевой и на нее переодеваю кромочную затем изнаночная я ее вяжу изнаночной и переодеваю на нее предыдущую петлю снова лицевая с накидом лицевой на нее перетягиваю предыдущую петлю. То есть чередую лицевая и изнаночная и накрываю предыдущей петелькой. Так я делаю самый обычный способ закрытия петелек, привычный для меня. Вы можете закрыть любым удобным для вас способом. И после того, как закроем петельки, будем приступать к сборке. После того, как я закрыла все петельки, не спешите отрезать рабочую ниточку. Мы сейчас начинаем сборочку. Итак, смотрите, ширина моего шарфика составила 10,5 сантиметров в нерастянутом состоянии. Если немножечко прирастянуть, то где-то сантиметров 12. И теперь смотрите, вот мы закончили закрытие нашего шарфика и складываем его ровно пополам. То есть находим наш первоначальный краешек наборочный и складываем пополам. Вот так. Находим серединку. Я эту серединку отмечу булавочкой. Мне так будет проще. Вот, я отметила центр и разворачиваю обратно. Вот так вот наш шарфик. Теперь смотрите, ровно от центра я поднимаю левую сторону и кладу вот так вот по диагонали наверх. С одной стороны и точно так же делаю с правой стороной, с другой стороны. Вот так. Ровно по центру у меня должна быть лавочка. И вот что получается сверху. Теперь мы берем, поджимаем наши верхние края и кладем во внутреннюю сторону. То есть вот так вот вниз немножечко нагибаем. У нас должна получиться вот такая свернутая, еще не подшитая чалма. И нам остается лишь только ее подшить. Находим снова центр. Хотите, можете перенести булавочку наверх, если вам так удобнее будет. Мне пока все так нравится. И смотрите, не отрезая вот эту рабочую ниточку, мы ей сейчас будем сшивать по центру шовчик делать вот так вот к макушке. Первый шовчик. Затем мы сошьем к затылочной части, вот он наш центр затылка, одну и вторую сторону шарфика раз и во вторую сторону второй раз. И боковые швы, которые нам соединят в итоге полностью чалму. Для начала я рекомендую вам сверху отметить вот так вот макушечку до тех пор, в которой мы будем сшивать. То есть у меня это вот она макушечка моя. Вот так вот я отмечу. До вот этих вот моментов я буду сшивать макушку. Я выворачиваю на внутреннюю сторону. Вот так вот, как оно все было, как лежало. И беру в руки крючок. Почему я вам говорила, как раз таки вот не отрезать нашу ниточку рабочую, она нам сейчас как раз таки пригодится для сшивания, чтобы еще раз не присоединять рабочую нить. А сшивать я буду удобными для меня соединительными столбиками, поэтому беру, нахожу вот эти вот крайние кромочные косички. С одной стороны вот она косичка из самого края с другой стороны и захватывая рабочую ниточку провожу сквозь рабочую петлю. С одной стороны петельку захватываю, с другой стороны захватываю рабочую ниточку и продеваю сквозь рабочую петлю. И вот так вот я буду сшивать с одной и с другой стороны за кромочные петли до тех моментов, когда мы отметили с вами булавочкой то есть до булавочки сшиваю задний затылочный шовчик делаем и обратите внимание что я делаю это с изнаночной стороны то есть шовчик у нас должен быть с изнаночной стороны для того чтобы были красивые аккуратные швы полностью скажем так на голове вот сшиваем и посмотрите что получается очень красиво аккуратно и на мой взгляд кажется это очень мягко и голове нам не будет это мешать при носке и вот так вот сшиваем за кромочные косички вот она у меня булавочка вот до булавочки я рекомендую вам точно так же как и я делаю отмечать полностью все что я делаю центр булавочку это вам пригодится для того чтобы ровно и красиво собрать полностью наш тюрбанчик и так вот дошивали до булавочки и у меня получилось от булавочки еще где-то три стежка то есть три соединительных столбика смотрите в общем количестве от начала сшивания вот когда мы начали я сделала где-то 25 соединительных столбиков по количеству и вот как раз таки получилось что я сделала затылочный наш шовчик теперь возвращаю наши два края шарфика обратно и смотрю вот этот шов который мы с вами сшивали посмотрите он должен быть у вас очень аккуратный предельно и он даже как-то вписывается в рисунок английской резинки посмотрите и вот этот центр должен у вас совпадать полностью с центром где мы отмечали булавочка по скажем так по серединке когда сгибали шарфик теперь я разворачивая на переднюю сторону и смотрю а нам нужно сейчас посмотреть чтобы вот здесь ничего не выпирала сильно то есть мы как раз таки сшивали вот задний шов и у вас он должен плавно уйти во внутрь вот и нам сейчас нужно отметить исходя из центральной вот это опять же отметочки ровненько красивенько разлаживаем наш чурбанчик и смотрим вот они наши две боковые стороны они должны точно также быть красивыми ровными аккуратными поэтому сейчас я предлагаю вам снова взять два маркера либо булавочки у меня это вот два маркера они мне в работе не нужны вот поэтому я решила сейчас как раз таки отметить маркерами одну боковую сторону я соединяю полностью вот смотрите нижнюю и верхнюю часть боковую то есть мне нужно отметить так чтобы при сшивании я не захватила вот эти уже полностью отмеченные мною стороны вот они они должны быть сквозные обратите внимание не за одну стеночку а за обе за верх и за внутрь вот так они должны быть у нас отмечены для того чтобы мы начали отсюда сшивание и закончили вот этой стороной сшивать то есть посмотрите все должно быть ровно аккуратно красиво от того как вы сейчас отметите вот эти боковые стороны зависит итоговая красота после сшивания полностью с внутренней стороны сейчас берем для удобства отрезаем нашу рабочую ниточку вот эту она нам больше не нужна мы оставляем лишь только хвостик для того чтобы спрятать вот этот краешек наш вот и вот эту рабочую ниточку мы сейчас будем ей начинать сшивать с внутренней стороны то есть сейчас берем складываем обратно и выворачиваем все полностью на изнаночную сторону и опять же для удобства предлагаю вам перенести маркер или булавочку сверху закрепив центр того что мы сейчас сшивали затылочную часть вот так вам удобно будет вывернуть и просто будет понимать когда с изнаночной стороны у вас что получится вот смотрите у нас получилось две отметочки боковые и сейчас от одной боковой отметочки мы должны будем просто сшивать затылочную часть и дойдя до второй боковой отметочки вот так но и еще уточню маленькие скажем так маленький советом когда будете сшивать вот эту деталь нам ее нужно будет слегка при собрать то есть смотрите если мы просто сейчас все пришьем получится квадратный тюрбан вот чтобы этого не было вот эту часть нам нужно будет при собрать когда будем сшивать поэтому еще для удобства рекомендую вам посмотреть сколько у вас занимает ширина от центра до края вот эта первая часть шарфика то есть у меня вот она занимает такое расстояние это приблизительно где-то порядка 8 сантиметров поэтому я сразу же отмечу на расстоянии где-то сантиметра два меньше то есть вот заканчивается у меня одна сторона и я воды где-то здесь повешу маркер то есть за два сантиметра для того чтобы потом мы не начать здесь собирать мою сторону то есть вот так пришить точно также отмеряем с другой стороны хотите можете пополам сложить отмерить хотите можете на глаз хотите можете еще раз вторую часть положить и вот точно также симметрично я отмечаю с другой стороны можете посчитать по количеству вот этой кромочной косички с одной и с другой стороны вот на расстоянии где-то вот даже я пожалуй на один перенесу на расстоянии вот этих булавочек мне нужно будет пришить центральную вот эту затылочную часть сейчас беру там где мы отметили боковую сторону присоединяю рабочую ниточку хотите можете сделать начальную петельку хотите можете не делать ее я ее не делаю обычно и нахожу самые крайние кромочные косички с одной стороны вот она у меня кромочная косичка с другой стороны у меня вот она кромочная косичка я нахожу крайнюю петельку с одной и крайнюю петельку с другой стороны и вот с вот этих моментов я начинаю сшивать опять же соединительными столбиками у меня все соединительными столбиками захватывая с одной стороны косичку и с другой стороны и делаю соединительный столбик снова с одной стороны косичку захватываю с другой стороны и делаю соединительный столбик обратите внимание чтобы ниточка у вас не делилась чтобы все красиво было и вот так вот продолжаю сшивать боковую сторону до тех пор пока мы не дойдем до затылочной части вот так с одной и с другой стороны захватываю рабочую ниточку и делаю соединительный столбик снова с одной и с другой стороны делаю соединительный столбик и так вот так сшивали 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 и получилось так что дойдя до булавочки нашей отметочки с которой мы должны будем начинать сшивать вот эту затылочную часть у меня осталось с одной стороны с дальней 1 вот здесь вот петелька а с передней стороны две петельки косички кромочные поэтому я сейчас ввожу крючок как обычно в одну сторону и во вторую сторону вытаскиваю соединительный столбик а затем с передней стороны я в последнюю петельку ввожу крючок и там уже в прошитую ту же самую петельку предыдущую я опять ввожу провожу рабочую ниточку и делаю соединительный столбик то есть таким образом я как бы немножечко стянула и закрепила уже боковой наш шовчик теперь я беру снимают для удобства булавочку она нам пока не нужна здесь и продолжаю сшивать уже получается затылочную часть если вы визуально посмотрите то у вас затылочная часть длиннее сторона чем вот эта задняя часть сторона там где у вас шарфик поэтому сейчас первые две петельки мы прошьем точно так же как сделали вот здесь смотрите то есть мы находим первую петельку с верхней стороны кромочную там где у нас было закрытие петель и сюда вводим крючок с другой стороны и делаем соединительный столбик и теперь в следующую петельку мы вводим крючок а с нижней стороны в ту же самую петельку то есть как бы за одну петлю нижнюю мы прошили две верхних теперь в следующую верхнюю петельку вводим крючок и в следующую нижнюю петельку прошиваем соединительным столбиком теперь в следующую петельку сверху и в ту же самую петельку уже прошитую снизу то есть как бы мы получается делаем прошивание снизу у нас всего прошиты две петельки а сверху уже четыре петельки и вот таким вот образом мы делаем немножечко присборочку и еще раз третий раз точно так же сделаем берем следующую сверху петельку снизу тоже уже третья петелька прошиваем соединительным столбиком сверху это получается уже 6 петелька а снизу тоже прошитая 3 петелька то есть снизу берем одну сверху 2 снизу одну сверху 2 снизу одну сверху 2 присобрали теперь нам нужно прошить несколько петель подряд по одной то есть сверху одну и снизу одну захватываем прошиваем сверху одну следующую и снизу одну прошиваем смотрите чтобы захватывали только кромочные петельки от этого зависит красота вашего шовчика и так я уже третью прошиваю четвертую то есть как бы равномерно нам нужно распределить чтобы было стянуто но в то же время красиво и вот посмотрим что у нас получается у нас два четыре пять снизу и два четыре шесть семь сверху поэтому мы сейчас дошиваем еще до двух последних сверху которые мы снизу прошьем в одну то есть по центру по центру нашего затылочка мы снова стянем петельки пока прошиваем по одной вот так вот самым обычным способом я делаю это вот смотрите пошло у нас стягивание в одну мы стянули две петельки сейчас во вторую стянем две петельки нижнюю то есть прошиваем по два раза а верхние захватываем разные петельки и таким образом мы немножечко пристянем петли наши они как бы будут у нас прошиты но при этом немножечко стянутые то есть я сейчас делаю все то же самое что делала вот здесь и вот она последняя петля я ее прошиваю в центр теперь для удобства можете опять снять булавочку и продолжая с центра затылка нам нужно дошивать вот эту вторую часть до булавочки уже третий получается то есть мы прошили от 1 до 2 2 2 до 3 там осталось прошить сейчас мы точно также начальные несколько петельек прошьем по 2 сверху в одну снизу по 2 сверху в одну снизу и затем точно также по центру прошьем в каждую петельку и вот здесь вот снова в конце при соберем то есть по 2 сверху будем прошивать в одну снизу 2 сверху одну снизу и должны дошить до тех пор пока не дойдем до вот этой булавочки то есть слегка при собрать посмотрите мы не сильно стянули просто немножечко присобрали то есть у нас будет затылок не такой квадратный и затем вот этой булавочки нам останется всего лишь дошить до второй боковой стороны вот здесь вот и практически все уже готово то есть сейчас мы берем захватываем снова по петельке кромочной сверху снизу затем снова захватываем сверху вторую снизу в прошитую прошиваем соединительным столбиком затем следующую сверху одну захватываем снизу одну прошиваем соединительным столбиком сверху 1 снизу уже прошитую захватываем вот так вот петельку и продеваем рабочий соединительный столбик делаем Снова 1 сверху и 1 снизу, 2 сверху прошитую 1 снизу. А теперь просто по центральной петельке захватываем сверху, снизу, сверху, снизу, сверху, снизу. То есть по одной петельки прошиваем почти до булавочки. Там буквально мы не прошьем несколько петель, для того чтобы снова сделать стягивание по две петли сверху, одна снизу. Я буду повторяться еще много-много раз, одно и то же, лишь для того, чтобы вы правильно сшили и чтобы было более доходчиво. Вот, сшиваем центральные петельки. Пока снизу у нас не останется буквально 3 петли для того, чтобы скинуть вверх. И так, вот осталось 5 сверху, 2 снизу, поэтому мы захватываем вторую, прошиваем туда же, в прошитую уже петельку, снизу, в следующую петельку снизу и сверху. В общем, прошиваем снова по 2 сверху в одну снизу, для того, чтобы немножечко стянуть вторую, нашу затылочную часть. Вот так вот, прошиваем по 2 и как раз доходим до момента, там, где у нас уже третья булавочка. Вот так вот, в саму петельку, там, где булавочка, я прошью еще 2 последних столбика сделаю. И все, булавочку можно снимать, она нам уже не нужна. Нам остается лишь только дошить в каждую из петель, то снизу, то сверху. Вот так вот, немножечко, смотрите, чтобы не делилось, еще раз повторяюсь, ниточка, чтобы не сделали лишних, скажем, петелек и движений. Вот, находим кромочные с одной и с другой стороны и начинаем дальше сшивать боковую сторону. То есть, вот она у нас первая петелька и с другой стороны первая петелька. Раз сшиваем, первая петелька с одной стороны и с другой стороны, второй раз и так далее. То есть, до тех пор, пока не дойдем до последней нашей отметочки боковой, она у меня, вот она, нам нужно просто сшивать за крайние петельки, просто ничего не стягивая, ничего не убирая. Можем, кстати, здесь в начале, вот где мы здесь начали, я вот немножечко прираспущу, мы здесь немножечко таки можем стянуть, для того, чтобы симметрично выйти, как с вот этой стороны. То есть, мы можем с этой стороны брать по две, прошивать буквально по прошитым снизу. Вот так вот я сделаю, пожалуй, симметрично первой стороне, то есть, сверху я прошиваю две, а снизу уже в прошитую делаю по два раза. То есть, вот, я два раза сделала, то есть, сверху я прошила четыре, снизу две петельки, а теперь продолжаю в каждую просто сшивать. То есть, это я, для чего я вернулась, так, для того, чтобы сделать симметрично первой стороне. А теперь по одной мы дальше продолжаем сшивать до маркера. Итак, я дошивала до булавочки, и теперь, смотрите, выворачиваем на лицевую сторону, вот так вот, и смотрим, достаточно ли мы дошивали, или нам стоит еще здесь сделать буквально пару стежков. Вот, я прошила до вот этих моментов, сейчас поснимаю булавочки, чтобы они нам не мешали и ничего не держали. Все уже, они нам не нужны. Это остается буквально последние, скажем так, штрихи, которые нам нужно доделать, возможно, а возможно и нет. Вот, итак, смотрим, как у нас получается сверху, как у нас получается с боковой стороны. Нет, все, дошивать я здесь ничего не буду, здесь у меня более чем достаточно. Теперь, смотрите, по желанию можно сейчас вдеть ниточку в иголочку и прошить вот здесь, с одной стороны и с другой стороны. Но это по желанию, то есть, этого можно и не делать. В принципе, здесь это вот отверстие нам не мешает, здесь вы можете подцепить какую-то брошечку, либо сделать какие-то, в общем, возможно, какие-то украшения хотите, можете здесь просто стянуть, можно этого не делать. В принципе, на мой взгляд, мне кажется, очень даже аккуратно получается и так. Вам остается лишь только разровнять красиво, придать форму, вот, и, конечно же, обрезать вот эти все ниточки, спрятать краешки. Посмотрите, с внутренней стороны у нас получилось все очень аккуратно, с внешней стороны мне тоже очень нравится. Посмотрите, сравнительно с английской резинкой у нас здесь как-то швы вписались в сам узорчик. То есть, вот, все получилось довольно-таки аккуратненько, как с внешней стороны, вот, посмотрите, боковые стороны, вот, так и с внутренней стороны. Получилось довольно-таки все аккуратно и красиво. Можно, конечно, сшить на свое усмотрение иголочкой, но это, опять же, по желанию. Вот, а что касаемо, я говорила, что на 5 сантиметров длиннее, чтобы связать, здесь вам нужно сделать не просто накид, а как бы перехлест, еще раз накид и точно так же все пришить. Я думаю, что здесь вам труда особого не составит. Все, остается лишь только спрятать краешки и померить на голову. По желанию можно украсить бусинками, можно брошечками, вот, так же по желанию можно сделать в наборчик метенки, либо снудик, но это, опять же, зависит дело от вашего вкуса. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, было интересно со мной вязать. Конечно же, не забудьте лайкнуть, кому понравилось. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!